Богословские книги Богословские книги. Вам будут давать, наверное, задания, что нужно читать по богословию. Вот это такие классические книги, как Миллар Терриксон «Христианское богословие», одна из таких классических учебников. «Основы богословия» Чарльза Райри. Ну, конечно, эти книги насыщены информацией. Скажем, тот же Миллар Терриксон, он очень много пишет, и он представляет много альтернативных точек зрения. Скажем, реформаторы думают так, католики думают так, мы думаем так. И у него очень много разного рода ссылок на другие традиции. Вот поэтому некоторые люди устают. Но читается книга интересно. Вот Миллар Терриксон, книга написана интересно, хотя она и толстая, тысячу восемь страниц где-то. Надо так терпение, если взяться. Терпение. Вот это уже для тех, кто любит. Интересно читается, хорошая книга. «Основы богословия» Райри чуть потоньше. Ну, тоже такая фундаментальная, хорошая, понятная книга, много сложных богословских понятий рассматривает. Так хорошо. Сейчас появилась систематическая богословия Лайн Грудем, недавно переведена. Тоже такое очень хорошее, фундаментальное, толстое. Если есть возможность приобрести, пожалуйста. А кто хочет попроще, возьмите просто догматику, которую когда-то выпустили на заочный, пожалуйста. А кто хочет попроще, простая, ясная, не очень толстая книга. Четко, понятно, основные термины объяснили и основные понятия богословские. Очень нравится мне хорошая книга, скажем, как «История христианских доктрин». Вот она показывает, как доктрины развивались в истории. Очень полезно. Берков, Луис Берков, вот это номер 5 «История христианских доктрин». Очень полезная книга, очень полезная. Вот очень интересная, скажем, книга «Богословская мысль реформации». Если вас интересует богословие Кальвина, Лютера, Цвингли и все с этим связанное, скажем, «Богословие», «Вечерегословие» Кальвина, Лютера, «Восуществление», «Пресуществление». Очень интересно и очень полезно. Вот это одна из таких полезнейших и интересных книг. Я думаю, что каждому из нас полезно прочитать какую-то хорошую богословскую книгу. Полезно по богословию. Выберите какую-то и выберите хорошую, посоветуйтесь. Если прочитать, пусть прочитать одну, но хорошую книгу по богословию. Я думаю, бывает, наверное, интересно иногда, особенно когда проповедь людей, которые сидят неверующие, читать какие-то светские книги, комментарии или светских авторов, которые об этой же проблеме говорят, для сравнения или критики, или чего-то. Но когда они видят, что вы знаете их авторов, это помогает им понять, что вы не просто там в своем чем-то находитесь. Студенты у нас такие сообразительные, они заходят вперед, я еще буду об этом говорить, они уже понимают, о чем я буду говорить. Да, мы к этому вернемся, очень хорошо, это правильно. Я еще буду об этом говорить, они уже понимают. Да, мы пока говорим о таких вот визуальных, ясно? И, кстати, тот же Эриксон, его читаешь не для того, чтобы потом рассказывать, что я узнал о чистилище, или суп-лапрационизме, выговорить даже сложно. Читаешь для того, чтобы самому познать Библию, для того, чтобы показывать, какой я умный. Но выбрать хорошую книгу будет полезным. Ну, другие богословские дисциплины. Я думаю, что вам нужно, я говорил, иметь план в чтении. Братья, если вы серьезно подходите к своим обязанностям, к работе, у вас должно быть план в чтении, и какая-то книга по каждой дисциплине хорошая, прочитать должны. Скажем, герменевтика. Помните, как читать Библию, видев всю ее ценность? Одна из отличнейших книг по герменевтике. Да? Помните, как читать Библию? Своего опыта, примеры плана чтения, как вот вы читаете, допустим. Ну, вот, ваш пример, план чтения, вот как вот? В настоящее время весь мой план заключается практически в чтении работы, связанной с диссертацией. Поскольку я занимаюсь диссертацией, и меня на пару лет вперед книги, связанные с богословием литургическим, богословием поклонения, и все с этим связанное. Историей развития христианства в Беларуси, зарождением церквей, и развитием богословия, и богословия поклонения, и особенно самого богослужения. Вот поэтому меня сейчас на ближайшие... Вот, и я уже себе другие книги, у меня есть желание читать другие книги, есть мысли, у меня уже списочек есть. Например, я хочу прочитать в дальнейшем, допустим, у меня Достоевский написано, я его читал когда-то. Но Достоевский настолько крупная фигура и мощные книги, что когда их перечитываешь по новой, там очень глубокие вещи. Я думаю, что, кстати, Достоевский, мы придем к этому опять, но это может быть очень хорошая отправная точка для евангелизации. Настолько хорошая вещь, Достоевский говорил о Христе. Он был так православным, ну так себе, ну хотя православным считался. Но он настолько сильно говорит о Христе, подчеркивает Христа, возьмите его образы в идиоте, тот же образ князя Мышкина. Братья Карамазовы, Алеши, и это настолько сильно, до юродства доходит, вот этот Христос. И ради Христа он готов на все. Достоевский сам говорит об этом, что главный Христос и все остальное. У него есть, конечно, он сильно очень обличает социализм, тоже одна из его таких идей, направленность, против. Вот что хлеб, хлеб Сознана предложил, хлеб, только поклонись мне, вот это то, что дает социализм. Он очень хорошо критикует, но и есть у него проблемы свои, например, его такое русофильство, очень такое, слишком он так сильно, и как раз пишет, вот русский народ, вот только спасение через русский народ. Это может быть чересчур. И я с этим не согласен, не потому что я белорус, но вообще я думаю, что не стоит так выделять сильно один народ. Но идея о Христе, я думаю, это может быть одна из сильнейших пунктов елангелизации. Если вот для интеллигенции, они в целом должны знать Достоевского. И если вы начнете с Достоевского, возьмете братьев Карамазовых, возьмете идиота, и вы представите образ Христа, это для проповедников, это такие хорошие, сильные образы, там легенда о великом инквизиторе, в том же братьях Карамазовых, настолько сильная вещь. Это может быть жертвенник неведомому богу для работы с особенностью интеллигенции, на высоком уровне даже. Я думаю, это очень и очень нужная и полезная вещь. И у меня уже есть план, я уже читал много, опять я уже план свой записываю, в дальнейшем я хочу прочитать. Ну, конечно, у меня там в плане есть что-то и Барта прочитать, потом Дэйв Хант, недавно вышла очень интересная книга, такого, ну, против кальвинизма, толстая, хорошая, интересная очень книга, математик сам, он математик и богослов одновременно, и он такой выпустил интереснейшую книгу, ну, хотел прочитать, но толстая некогда. Ну, тем не менее, я читаю, я сейчас вот только прочитал там простую книгу Макса Лукада, там, перед этим я прочитал тоже одну Барта, то есть есть постоянно какой-то списочек у меня на несколько месяцев вперед, вот, что можно было бы прочитать. Вот иногда я этот список нарушаю, потому что появляется что-то новое, или я там на английском, или на русском языке получил какую-то новую книгу, или же, когда я готовлюсь к проповеди, или к преподаванию, скажем, по Гомилетике, если я очередной раз преподаю курс где-то, я стараюсь прочитать еще какую-то книгу, которую я раньше не читал, вот, связанную с Гомилетикой. Например, вот сейчас я просматривал, недавно я просмотрел книгу, вот, последнюю, Уолтер Кайзер «На пути к экзогетическому богословию», это новая книга, она говорит о том, как от герменевтики переходить в пути к экзогетическому богословию, это как строить, вот, полезной показалась книга, вот, поэтому я, кажется, если преподаю, я стараюсь какую-то новую вышедшую книгу прочитать. Ну, сейчас я, к сожалению, слишком сильно занят с диссертацией, поэтому у меня чтение, чтение, там куча статей, книг, именно все по этой теме. Вот, ну, это интересно углубляться в одну тему, это очень интересно, очень интересно. Ну, все по этой теме. Вот, ну, это... Что вы можете сказать? Вот, я тоже бы его вспомнил. Вы вспомнили или не вспомнили? Сейчас я просмотрю. Так, так, так. Даже не помню, где-то я его вспомню. Сейчас я просмотрю. Пустил. Вот. Я тоже так читал в Солженицыно в свое время, и так немало, и я преисполнился ненависти к кому-то. Вот, читаю Солженицыно. О, это сильно, да. Это ГУЛАГ, да? Ну, ГУЛАГ, Красное Колесо, особенно там Ленини, об этом. Я думаю, что есть очень такие хорошие. Ну, то есть такая классика, я бы сказал, что это такого рода... Но не полезно. Это считается классической литературой уже 20-го века. Вот, поэтому в целом... Кстати, это тоже один из тех моментов, там, скажем, образованные люди многие читают, и считали важным прочитать Солженицыно, знать о Солженицыне. Недавно, скажем, образованные люди многие читают. Столетие, то ли... Ой, не столетие, а 80-то что-то лет. Не помню, какой-то дату в связи с Солженицыным. Об этом писали в журналах и в христианских журналах интересные статьи. А Солженицыно в связи с Солженицыным в многих статьях, книгах. Это тоже интересно. Но он не был протестантом. Ну, в нашем понимании протестантам в баптистскую церковь не ходил, наверное, но веру в Бога он выражал в своих книгах. Тоже, я считаю, очень такая одна из тех книг, которые стоит читать. Да, мы сразу переходим к классике, да? Пишут же про баптиста там, Алешка, баптиста. Там интересный образ, очень положительный, очень сильный и очень такой у Солженицына. Именно когда у нас как-то баптисты кто-кто, и когда Солженицына не знают, и он пишет о баптистах хорошо, как человек верующий, все это совсем меняет, особенно в новой аудитории. Говорят, ты баптист, хорошо, вот Солженицын пишет, встречал. Как бы, спасибо, можно увязать за страданиями за веру, которые люди, не просто для них это какой-то... Да, это хорошее. Гомилетика, да, еще. Ну, заговорили о таких сложных и тяжелых авторах. Вообще, реалисты предполагали, что после прочтения их книг будет не только эмоции, не только эстетическое удовольствие, а, в принципе, для чего они писали эти книги, это для передачи идей, чтобы эта идея в дальнейшем вызывала какое-то действие, какую-то реакцию на историческую ситуацию. То есть, реалисты предполагали, есть историческая ситуация, есть переживание автора, он формулирует идею, излагает ее в книге, и обратный процесс должен пройти у читателя. Читатель должен проникнуться идеей через чувства и что-то сделать потом. Вот мы подчас говорим о таких философских книгах. Готовы ли мы что-то потом делать или что-то менять, или как-то реагировать? Потому что просто посоветовав человеку прочитать Братьев-Карамазову, он с этим камнем будет ходить год. Поэтому, я думаю, надо быть очень осторожным в выборе книг. То есть, если же мы решили... Братья за книги. Действительно, надо быть очень осторожным в выборе книг. Посоветоваться с другими. А вы читали эти книги? Советуют ли другие люди? Потому что времени слишком мало, чтобы все прочитать. Это невозможно. Я как посмотрю иногда, вот даже здесь на полке, вот в кабинете директора, там смотрю, книги есть хорошие, какие-то классические книги. Вот я еще то не читал, то не читал. Из классики что-то. Из зарубежной классики. Какие-то переводы с английского, с французского. Времени нет на все. Времени нет. Поэтому надо советоваться. А стоит ли это читать? Готов ли я эмоционально? Принесет ли это мне пользу? Нужно ли мне будет реагировать? Это правильно, да. Потому что книги имеют силу большую и власть. Они могут нас даже менять как-то, если мы читаем. А почитать просто так... Вообще, иногда, может быть, и надо прочитать что-то чисто для удовольствия. Я люблю иногда прочитать, недавно признаюсь, я прочитал всего Шерлока Холмса, Канан Дойля, Шерлока Холмса. Толстую книгу в одном томе кто-то собрал, и мне друг дал. И я ее так расслабляюсь, так поработал часик-два над серьезным материалом, где-то дома как раз работал над диссертацией. Потом перерывчик, так чая села, взяла, и одну историю Шерлока Холмса прочитал. Потом там другую через два часа или на следующий день. И я уже в конце стал угадывать, чем дело закончится. Я уже сам себя почувствовал Шерлоком Холмсом. Я стал уже так думать, а, это закончится тем, я уже знаю. Я думаю, что иногда можно прочитать, прочитывать такие книги, ну, просто для расслабления, где-то ума, отдохнуть, развлечься. Потому что держать в напряжении ум невозможно. Хорошие, сильные книги, когда мы читаем, ум наш напряжен, надо думать, размышлять. Иногда можно и так немножко освободить себя. Но в целом надо очень серьезно, вопрос в серьезном выборе книг. Серьезный подход к выбору книг, очень серьезный. Ну, о гамилетике, братья, вам много не буду говорить, потому что есть список у вас там, и в заданиях у вас будет список. Ну, о гамилетике, братья, вам говорили, и в курсе тоже я вам давал, и в книге есть этот список книг по гамилетике. Я уже говорил о том, что хорошо, что плохо. Вот, конечно, рекомендовал бы Спержина, это вечная классика, по гамилетике читать. Вот. Макар Тур сейчас неплохие книги, эти возвращения к разъяснительной проповеди, но, может, сложноватая. Ллойд Джонс мне нравится, проповеди проповедники, новая книга, очень хорошая. Хадон Робинсон, очень хорошая, вот, очень хорошая, поэтому учтите. Ну, посмотрите в списке потом, это в гамилетике вы знаете. Миссиологию очень полезно, интересно читать. Я бы рекомендовал, вообще, как миссия развивалась. Каждый верующий заинтересован в миссии, в развитии, в проповеди Евангелия, хорошо прочитать от Иерусалима до края земли. Очень хорошая история миссионерского движения. Настолько интересно, вдохновляет. Стать от Иерусалима до края земли, как христианство в истории. Очень полезно, очень было бы полезным. Книги по истории, история очень важна, история очень нужна. Вы, являетесь ли вы пастором, преподавателем, просто проповедником, читайте книги по истории. Столько иллюстраций истории, особенно история церкви. Можно взять такую маленькую книгу, как у Альян Кернс «Дорога на христианство», можно взять потолще, «Гонсалес», «История христианства в двух томах», или «Санников в двух томах». Можно взять и «Баптистах в СССР со временем Второй мировой войны», «Завадский книга». Но это опять, вы можете посоветоваться с историками, тем, кто больше занимается. Но кем бы вы ни были, читать по истории христианства книги полезно и нужно, я считаю. Мы даже увидим, что многие версии повторяются. Ничего нет нового. Кажется, что-то новое пришло. Да это уже было все в веках. Настолько полезно раскрывает систему. История, как говорили в древних историях, «Эст магистра бита». История есть учительница жизни. Жизнь, как было. Мы видим, как церковь развала в прошлые времена. Очень и очень полезно. Ну, а уже конкретно вы потом посмотрите список этот и увидите, что лучше. Классические духовные книги. Это книги Агустина, книги Фоми Кемпийского, Чемберса, Лютера, Клайва Льюиса, Джона Буньяна. Кто из вас читал «Путешествие пилигрима»? Только начал. Это одна из классических книг христианства. Одна из самых таких распространенных книг христианства. Аллегорическая. Аллегория такая. Но такая красивая, интересная. Духовная война. Есть еще одна у него. Она менее известна. Но тоже такая полезная, интересная. Очень хорошая. Вот. Да? У меня вопрос. Как? Клайв Льюис. Почему говорят там лжеучения? Ну, в книге своей, скажем, просто христианство, допустим, там некоторые пункты упоминают, скажем, Льюис так толкует заповедь «Не убей», как, ну, не как абсолютное запрещение убивать. И он считает, если там верующие встретились на войне, ты в армии немецкой, другой в русской, и они друг друга убили, вот, с верой, с любовью во Христа, то они на небе встретятся и одни друг друга и поблагодарят за то, что они раньше попали на небо. Ну, примерно так вот он описывает ситуацию. В некоторых кругах, конечно, некоторые братья у нас, некоторые считают, что это нормально, скажем, служить в армии, братья ружей. Но вы знаете, это вопрос в нашем братстве спорный. Скажем, в братстве Совета Церкви они категорически против этого, поэтому они категорически считают это лжеучением. Или, скажем, он там большое внимание уделяет таинствам. И он говорит о том, что таинство это одно из благодатных средств, которыми мы подкрепляемся. И это отражает больше англиканскую точку зрения, нежели евангельскую, протестантскую. Вот, и некоторые другие, если внимательно читать. Хотя, с другой стороны, просто христианство по свидетельствам многих людей оказало очень большую помощь. Ну, для людей, которые вообще не знали христианство и были далеки. И после войны, особенно, когда Клайв Льюис вел эти лекции на BBC, он рассказывал вот эти главы. Когда Клайв Льюис вел главы этой книги, она оказала очень большую помощь и духовную поддержку многим людям. Но нам надо, конечно, как проповедникам разбираться, где что хорошо, где плохо. Но Льюис мне нравится. Мне нравится он, скажем, еще своим языком. Вот Переландра, «За пределы безмолвной планеты», такой красивый язык. Вы хотите проповедовать красиво? Прочитайте Льюиса. И вот Переландра, настолько красивый язык, ты как бы в воздухе летаешь, сочный, сверху. И это в переводе. А что говорить об оригинале? Ну, перевод хороший. Наталья Трауберг переводит Льюиса, настолько хорошо переводит. Молодец. Великолепные вещи. Стоит читать. Вот, например, старые там похороны Великого мифа, такая статья очень интересная, его же, допустим, о теории эволюции, так интересно пишет. Некоторые статьи Льюиса. Христианство и культура. Настолько полезно и актуально, даже сегодня его статьи есть в сборнике книг Льюиса, в восьми томах, по-моему, сейчас. И там есть его статьи, очень интересные и полезные. А письма Баламута возьмите. Ну, это же прелесть. Это читаешь классика, настолько тонко подмечает этот гнусик, эти искушения. Христианина. Настолько тонко, красиво. Стоит, стоит того читать. Ну, каждому проповеднику я рекомендовал бы книгу Ричарда Фостера про славление дисциплины, скажем. Мне кажется, это одна из лучших книг по духовной дисциплине. Он пишет о духовной дисциплине. Дисциплина уединеется. Это одна из лучших книг. Ну, уже другие книги написаны на эту тему. Джон Ордберг недавно вышла «Жажда перемен». Другие. Но вот это классика, я бы сказал. Очень и очень полезная книга. Если вы хотите упорядочить, как-то думать о своем духовном мире, упорядочении своей жизни, прочитайте эту книгу. Ричард Фостер, поставьте в список где-то ее. Ричард Фостер про славление дисциплины. Очень и очень полезно. Современные авторы христианские. Чарльз Колсон, мы уже упоминали, да? Помните? Рави Захариас. Это книга по апологетике, сравнительному богословию. Очень интересная. Ордбергает индуизм, буддизм. Очень красиво, хорошо пишет о уникальности христианства. Филипп Янси. Ну, Филипп Янси пишет тоже такие красивые книги о благодати, вот о молитве есть, его книга недавно вышла. Питер Крифт, Фрэнси Шейфер, Билли Грэм, Макс Лукада. Вот у нас некоторые братья сейчас увлекаются Максом Лукада. Его стилем. Стиль эссе таких коротких. И они уже начинают проповедовать тоже в таком же стиле. Вечерело, вот, жены подошли ко гробу. Нет, светало, да, это воскресенье. Светало, жены подошли ко гробу. Камень лежал на месте. Ну, что-то так, в воскресенье. Светало, жены Лукада. Очень интересно. Вспомнить, еще добавить каких-то современных христианских авторов. Кто-то, может, прочитал недавно какую-то потрясающую книгу. Библию, может, кто-то прочитал. Книга Экклесиаста, потрясающая вещь, я скажу вам, братья. Потрясающая. Вот так не читаешь давно, а потом, как прочитаешь, а Иова, я опять ее несколько раз перечитываю. Я обычно, если читаю библейские книги, я часто перечитываю одну и ту же книгу несколько раз. Ну, некоторые послания я учил на памяти, но это когда у меня память была хорошая. Вот сейчас я уже перестал учить, а раньше, когда учил, там, римлянам и песенам, там, многие учил, и до сих пор помню многие. Но сейчас уже сложнее. Но я, если беру книгу, несколько раз перечитываю. Скажем, Экклесиаста несколько раз в разных переводах. Или Иова несколько раз. Такая книга. Как не читаешь, по-новому смотришь. Мысли, свежесть, яркость. Читай книга. Дневники, биография, автобиография. Еще один класс литературы. Очень и очень полезный. Братья, биографии очень-очень полезно читать. Я считаю, это тоже одно из тех книг, которые полезны каждому проповеднику. Столько иллюстраций, мыслей, вдохновения. Возьмите Жизни Августина, Златоуста, Нокса, Джорджа Мюллера, Чарльза Финнея. Проханова в котле России. Может, вы видели. Это и история нашего братства, как развивалась. И одновременно вот такой кладезь. Не котлован, который называется? В котле России. В котле России. В котле России. Или стопы благовестника, того же Попова. Вы знаете, другие там, о Павлове и других. Очень-очень полезно. Вот Джон Поллок написал биографию Муди, биографию Билли Грэма недавно вышла. Жизнь Билли Грэма. Очень полезно, интересно. Братья, биография очень. Вообще серия есть такая. Жизнь замечательных людей. Помните, когда-то в советское время издавалась. Вот сейчас. Очень полезно. Жизнь Микеланджело. Я недавно прочитал Микеланджело Бетховена. Толстого Рамен Ролан написал тоже в этой серии. Настолько красиво, интересно, настолько полезно. Просто жизнь замечательных людей. Столько иллюстраций. Читайте. Ну, классика. Это то, о чем мы говорили. Толстой. Толстой, конечно, его обвиняют в некоторых еретических моментах. Но есть очень интересные вещи Толстого. Я думаю, что тоже стоит так просмотреть. Есть такие серьезные вещи. Дневники его очень интересные. Письма и так далее. Достоевский, конечно. Лисков. В последнее время издаются даже христианские издательства. Мы издавали Лискова. У него есть такие разные рассказы сектантские, связанные о сектантах. О великосветских расколах, о развитии Евангелия в Петербурге, о штундистах. Он пишет даже такие вещи. Интересные очень вещи. Кстати, это тоже такое чтение. Оно не напрягает сильно Лискова. Можно отдохнуть и в то же время интересно. Кстати, можно добавить Фарара. Вот тоже недавно вышли книги Фарара. Тоже он пишет о первых веках христианства. Тоже такие исторические, назидательные. Очень полезные, интересные. Лисков, Гюго. Это классика. Пушкин, Лермонтов и так далее. Читайте. Ничего, кроме пользы, вам не принесет. И так далее. Программы здесь, братья, вы уже лучше. Я больше всего пользуюсь компьютерных программ. Это русская Библия. Ну, обычная, чтобы находить тексты русские. Они могут быть тоже в разных формах. Эти Библии, да. Вы тоже этим пользуетесь. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Ну, в заключение, братья, напомню вам принципы образования. Несколько принципов. Первое. Постоянство дисциплины в образовании. Читали ли вы, не читайте. Постоянство дисциплины в образовании. Я уже вам говорил. Кто перестал учиться, тот должен перестать учить. Если вы хотите учить, вы должны учиться. И начинается все не с большого. Как книг представил. Конечно, это все надо жить, чтобы это прочитать, сделать. Но выбрать что-то свой. План иметь. Если вы составите план, в течение года вы 10 книг прочитаете. Одну хорошую книгу по богословию. Одну по истории христианства. Одну по герменертике. Одну биографию кого-либо. Одну классическую книгу. 5-6 книг разве вы не прочитаете, даже при вашей занятости. Я думаю, прочитайте. Меньше посмотрите телевизор, еще что-то. Прочитайте. 5-6 книг. Уже будет что-то сделано. Пройдет 5 лет, уже 30 книг прочитали хороших. Хороших полезно. У вас столько примеров, мыслей, вдохновения. Слава Богу. Заниматься. Конечно, это проще всего, когда вы учитесь в семинарии, в колледже. Где-то приходите, это вам очень и очень будет помогать. Главная задача семинарии или колледжей, даже не научить людей, а научить их учиться. Мы всегда говорим об этом студентам. Пусть вы немного выучили и научились за эти годы, но вы научились учиться. Вы поняли, что нужно читать. Вы поняли, как нужно читать. Вы составили план чтения. Научите учиться, и вам будет легче. Читайте, братья. Второе. Избирательность. Честертон утверждает. Я абсолютно убежден, что открывать разум, как и рот, нужно для того, чтобы сразу же закрыть его, положив туда что-то полезное. Не все подряд. Есть самое лучшее. Древние философы говорили, человек есть то, что он ест. Имея в виду духовную пищу прежде всего. Чем вы питаетесь, то у вас и будет. Будете читать газетки постоянно, и такими будете, как газетки легковесными. Будете читать серьезные книги, Библию, будете серьезными людьми. Последнее разнообразие и сфокусированность в образовании. Здесь надо как-то найти такой баланс. С одной стороны, чтение должно быть разнообразным. Мы говорили о разных предметах. Сперджин читал разные книги. Проханов рекомендовал читать разные книги. По географии, по астрономии, по ботанике, психологии, педагогике. Вот о разном. Но с другой стороны, иногда мы в слишком большую широту уклоняемся. И в нас нет педагогики. Философ Михаил Валькер интересный вопрос задает. Знаешь ли ты все, или ты еще знаешь что-то конкретное? Мне понравился этот вопрос. Есть много людей, которые знают все. Вы с ними можете поговорить на любую тему. Они в курсе всех событий. О чем угодно. О кризисе, о девальвации, о богословии одновременно. О всем. Но конкретной глубины нет в познании. Когда я начал заниматься диссертацией, я понял, насколько я мало знаю. Я одну маленькую тему выбрал, связанную с историей нашего братства, богослужением. Я не могу понять до сих пор. Я уже три года почти только об этом и читаю. Я так мало знаю. И чем больше я изучаю, я смотрю, что я все меньше и меньше знаю. То есть настолько видно мало познания глубокого. Поэтому надо понять какую-то широту чтения. Я думаю, нам надо время от времени прочитать книгу по истории, по географии, по астрономии увидеть Божие творения. Но хранить сфокусированность. И это сфокусированность в географии, по астрономии увидеть Божие. Главное, на чем мы фокусируемся, мы углубляемся в сознание. Мы углубляемся в познание Господа Иисуса Христа. Мы читаем слово, 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 слово. Это наш фокус, основной фокус. И все идет в рамках Слова Божия. Поэтому будем постоянны в самообразовании. Кто-то сказал, что проповедник это уже новая жизнь. Да, Александр говорит, это уже новая жизнь, новый стиль жизни. Постоянство, занятие, как белка постоянно собирает какой-то материал. Избирательность в чтении, разнообразие и сфокусированность. Сфокусированность на Библии. И пусть благословит Бог ваше чтение, изучение и вашу проповедь. Сфокусированность на Библии.